Вход по Ашик. Вообще не вижу смысла этой ярмарки. Это такая номинальная вещь. Какая ярмарка без рэпчика? Почти такие же, как магазины. Господину Мамину доложили, что рост цен остановился. Вообще эта ярмарка какая-то скучная. Цены на продукцию очень приемлемые. Это не точно. Дорогие друзья, всем привет. Мы сегодня находимся на ярмарке. 4 декабря. Площадь Тауэльс-Издык. Вход по Ашик. Но, как мы видим, это такая номинальная вещь. Мы просто прошли в открытый проем. И никто у нас не спросил. Вот вход свободный. Ашики висят. Видимо, это сделано для того, чтобы граждане проявили сознательность. И сами подходили и сканировали свои QR-коды. Естественно, никаких проверяющих здесь по QR-кодам нет. Вообще, когда вы делаете анонс таких мероприятий, господа организаторы, не говорите, что через Ашик вход все равно никто им не пользуется. Все просто так проходят. Смысл какой от этого? Буквально в октябре месяце мы уже были здесь, на этой площади. И смотрели цены на мясо и на остальные продукты. И буквально недавно господину Мамину доложили, что рост цен остановился. Но давайте проверим, остановился ли на самом деле рост цен или нет. А также, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А также поставьте лайк этому видео. И напишите комментарии. Нам будет очень приятно и интересно, что вы об этом и во всем думаете. Так, здесь макаронные изделия, сахар, рис. Здрасте, у вас мед, да? Да. Какую цену? 500 грамм за литр. За литр, да? Да. Здрасте, почем баранина? 45 тысяч. Одна тушка, да? Да-да. А сколько килограмм? 20. 20? А гусь почем? 1 кг 802. Гусь почем? Гусь 2,200. 2,200, да? Канина 2,200, да? Да. Получается. Но она табаками. Это как понять? Ну, как сразу здесь все части конины. А, как можно. А почем баранина? По 2,200. А, килограмм, да? Здрасте, а говядина почем у вас? 1,200. 1,900? Ну, там от города. Так, биржан сал продает по 2,200 конины. Канина 2,200, да? Вообще, эта ярмарь какая-то скучная. То ли меньше народу, то ли меньше товаропроизводителей и торговцев меньше. Да и народу как-то меньше стало, что ли. Свинина 1600. Здрасте. Здрасте. А вы переводом принимаете? Переводом, да. Да, переводом принимаете. 2,000, да, говядина у вас? Нет, мы сейчас вам по 1,900 дадим. Все, по 3,900. По 1,900 дадим детей? Если возьмете, мы сейчас вам по 1,900 дадим. Прям скидки, да? Да, скидки. Даже замерзли уже за 1,900. Какая ярмарка без рэпчика. Вот тут сразу анонс, сколько, что стоит. В общем, получается, как утверждается, конина 2,200, баранина. Ну, основной все по 2,000 тут. Баранина, говядина, мясо, птицы по 900. Ну, цены на ярмарке? Ну, почти такие же, как магазина, может быть. Ну, и есть выбор хороший. Как цена вам на ярмарке? Цены? Ну, на 100 тенге, наверное, дешевле, чем на базаре. И эти очередины. Вообще не вижу смысла этой ярмарке, вот честно, от души. Ну, как сказать, ярмарка очень хорошая. И цены приемлемые. Цены на продукцию очень приемлемые для народа. Вот много уступает еще. Но сегодня что-то народу мало. Вы знаете, нормальный. Столько мяса много, и цена там приемлемая такая. Нам нравится. Вот набрали, уже некуда еще купить купить. Как вам цены на этой ярмарке? Нормальные. Ну, недорого. Дорогие друзья, как мы видим, в принципе, ничего не поменялось. Как утверждает многие, кто приехал сюда продавать мясо, им это очень невыгодно. Ехать за 300-200 километров, как шатал, и продавать мясо по той же цене, что и продают у нас на рынке. В принципе, если ты живешь возле рынка, можно пойти на рынок и там все это купить. Здесь цены, в принципе, ничем не отличаются. Удалось ли остановить цены, тоже вопрос неоднозначный. Почему? Потому что, ну, в прошлый раз та же конина стоила 2000, сейчас она стоит 2200. Возможно, они их и остановили на 2200, но это не точно. Возможно, эта ярмарка сделана для того, чтобы создать какую-то суету, такую предпраздничную. Суета, суета, тем более, вон на сельскохозяйственной ярмарке нарисовали елочку. Возможно, это был такой небольшой сюрприз к новому году. Что вы об этом думаете, пишите в комментариях. Жмите колокольчик, подписывайтесь на наш канал, нажмите лайк, если вам не трудно. Нам будет очень приятно. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok